На паркете Дворца культуры Шинник лучшие танцевальные пары региона. Все они участники Кубка губернатора Омской области. Одна за одной меняются возрастные группы. В зале играет то зажигательная румба, то плавный нежный вальс. Дуэты поражают своей артистичностью. В танце каждый проживает свою маленькую историю. Соревнования в таком формате проводятся в регионе во второй раз, и турнир набирает популярность. Это подтверждает статистика. Разыграть главный трофей турнира на этот раз собралась тысяча участников из Омской области и соседних регионов. И это пока рекорд этих состязаний. Спортсмены разыграли 56 комплектов медалей в 10 возрастных категориях, начиная от самых юных до опытных танцоров. Оценивают пластику и грацию пар квалифицированные судьи. И чем выше уровень судейской бригады, чем объективнее итоги этого турнира. Поэтому любой турнир на процентов 80 зависит от судейской бригады. Само собой, конечно, если там не будет этого спортсмена, то бригада не нужна. Но тем не менее, я думаю, что основным является именно профессионализм судейской бригады. Здесь она очень высока. Во всем танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на две программы – европейскую и латиноамериканскую. Или их иногда называют «десяткой танцев». На Кубке губернатора не стали отходить от стандартов. Дали проявить себя парам во всех направлениях. Я люблю танго. Очень, не знаю, импульсивный танец. Я соленарен. Победы традиционно достаются самым трудолюбивым, а в этом спорте тем, кому удалось еще и станцеваться. И вот, когда пара складывается на все 100, выступления получаются уже на все 200. Каждый день мы находимся в зале, что-то тренируем. И, ну, наверное, мне кажется, эта победа достойна, потому что мы много уделили внимания этому. И были готовы на этот турнир очень хорошо. Самые внимательные зрители и преданные поклонники этих спортивных танцевальных пар – конечно же, родители. Они участвуют в подготовке к любому соревнованию. Мы тоже с ними танцуем, переживаем, подбадриваем им, стараемся, чтобы они тоже лучше станцевали, чтобы была энергия хорошая, энергетика. Ну, в плане, помогаем во всем. Я больше даже скажу, я, например, лично как мама и как тренер, я наслаждаюсь танцем. Меня дети радуют, естественно, мы всегда подбадрим, но мы стараемся наслаждаться, потому что реально они нам нравятся. А мячи показали высокий уровень танца, завоевав награды во всех 10 возрастных категориях. Следующий турнир, на котором вновь можно будет потанцевать квик-степ, фокстрот, румбу или ча-ча-ча, и за это еще и получить награды – традиционный турнир по танцевальному спорту Кубок Деда Мороза. Он также пройдет в Шиннике 18 декабря.